Эй, прежде чем смотреть это видео, подпишись на мой телеграм-канал, там ты узнаешь обо всех новостях, связанных с видео, стримами и другой интересный контент. Ссылочка есть в описании. О, всем привет! Если вы начали смотреть ролик, вы увидели танцующего Дрейфуэр, с вами... С вами Дрейфуэр, да, действительно. И сегодня у нас Сэн Каймон Квест, новый Хард Сэнк под названием, я не побоюсь этого слова, Айсберг оф Персеверэйнс. Персеверэйнс. Ага. Айсберг-испытание, по-моему, называется, точно не помню, что он у себя представляет. Да, конечно, было прикольно, на превьюшечке был именно Айсберг оф Персеверэйнс, а не тренинг, но что есть, то есть. Итак, собственно, у нас здесь, естественно, 200 орбов, пятизионный билет, персонажей, список был в группе ВКонтакте, в моей, в пабличу. Но, как оказалось, там присутствуют сезонки. Их список лично мне неизвестен. Поэтому надеемся, что в будущем там будут не дубли. Ну, по сути, точно такой же сезонкаман, как и все предыдущие, только еще сложнее, потому что здесь присутствуют этажи, на которых есть шанс у ворота. Во-первых, иммунитет ко всем дебафам. Много врагов, которые уворачиваются. Ну и, конечно же, различные виды только испады, например, и прочее. Давайте не будем спойлерить там все этажи. И начнем с самого первого. Да, выбираем новый Сын Каймон. Самый новый. Что же у нас тут есть? Зеленый Шенигами. Убийца Шенигами. И я знаю, кто здесь поможет нам. Очередной Сын Каймон начинается за зеленого персонажа. Да, в прошлом тоже был зеленый, и именно был Урию, ТКВ. Здесь же ТКВ у Эдсу. Итак, прежде чем я нажму кнопочку старт квест, я предлагаю вам ознакомиться со спонсором этого видео. Хочу порекомендовать вам оформить дебетовую карту от банка Тинькофф под названием All Games с новым уникальным дизайном. С помощью этой карты вы сможете Получать 20% кэшбэка за покупки игр в магазинах Steam, Origin, PlayStation Store и других. 15% кэшбэка за доставку еды. И 10% кэшбэка за технику. Но это еще не все. Больше возможностей, которые вы получите при оформлении карты, показаны на ваших экранах. Также у этой карты появилась новая фишка. Среди ее владельцев каждый месяц проводится розыгрыш призов. 1 на 50 тысяч рублей на приставки и игровое железо, и 10 на 3,5 тысячи рублей на игры и подписки. Вдобавок на эту карту вы можете добавить свой собственный игровой никнейм. Переходите по ссылке в описании или закрепленном комментарии и оформляйте самую лучшую дебетовую карту для геймеров. Ну а теперь спокойно можно начинать. Я надеюсь, я пройду этот Цинкаймон, потому что у меня многие персы не шибко подходят под этажи. Особенно там, где у вороты. Но я думаю, справимся. Так, Уэдс показывает себя просто идеально. Что еще можно ожидать от нулевика? Топ зеленый надер. Как бы тут без каких-либо других аргументов просто не найти. Контраргументов на это не найти. Имбища. Чего уж сказать. Не забывайте писать в комментариях, кем вы проходили какой из этажей. Смогли ли вообще пройти весь этот Цинкаймон. Ну и что думаете вообще по тому, как клабы распределились с этажами. По мне, они прямо намудрились так, что этот Цинк считается самым сложным из всех. В основном из-за своих вот этих вот доджей. Здесь есть три этажа, где нужны киллеры Квинси. А их всего три в игре на данный момент этой записи. Так что очень проблематично. Итак, этаж номер два. Давайте посмотрим на условия. Шинигами ни в коем случае не капитан. Напоминаю, самое важное, что вам надо смотреть в множитель, это фракция. Дальше идет атрибут, потом киллер. Вот это, одна пятая, означает, что ваш урон упадет в пять раз, если вы падете капитаном. Поэтому будьте осторожны и давайте мы посмотрим, кем можно сыграть. Как говорится, срал я на эту ближнюю защиту огромной кучей. Поэтому мы идем за Ичига Аниверсари. Самый лучший персонаж для этого этажа. Потому что он, в принципе, лучший красный убийца Аранкаров. Вот, поэтому погнали. Так. Собственно, вот и все. Так, давайте мы его жахнем. Мне интересно. Так, мобы должны здесь появиться. Ну, конечно. Так, а вот и мелочка. Да, давай мы тебя уничтожим. С двадцатым минками я ее точно убью. В полную сходу. А так, в принципе, норм. Ну что ж. Вот, собственно, и все. Второй этаж пройден. Мы уже с вами прошли два этажа. У нас осталось всего 23. Там впереди еще столько всего. Так, тут я помню, синий нужен, да? Синий, да. Синий капитан, убит шинигами. Ну, давайте посмотрим, кто у меня есть. Слушайте, а неплохо так. У меня, кстати, линк даже топовый есть. Вон, лол ситамина, плюс 24% урона. Ну что, погнали. Бьякуя сейчас тут будет просто разносить. Он же у меня еще и почти фулл транс. С тысячи фокуса. А, нет, у меня 250 СП, по-моему. Не помню уже. Так. Давай, Бьякуя. Твой выход. Своей супер вороночкой. Балдеж. Не, это слишком легкий пока этажи. Но это покажет. Пока мы не нашли до доджей. Вот там будет жопа. Ох ты какой, а. Смотри, куда. Бьякуя медленно летает. У него нет лонгстрайда. И у него всего два спринтера. Так, ну у меня бомбардмен, поэтому... Все. Даже думать не надо. 5 из 5 ульта. Плюс тэншентай. Плюс бомбардмен. Просто взрыв мозга. Еще и куча СП. Ясен красен, я прекрасен. Так. А этаж номер 4 за кого? Ага, фиолетовый капитан, убийца ранкаров или эспады. Ну, токилер не множится, поэтому... Так, закрыты нормал атаки. Ну, я сейчас соберу перса, и мы с вами попробуем все пройти. Эй, я, конечно, понимаю, что он не убийца ранкаров, но кого-то волнует, когда киллер даже не множится, а у тебя перс с иммунитетом ко всем дебафам. Так что фриз вообще не страшный. Сейчас приемами всех замочим. Погнали. Майюри, пришло твое время. Так, если честно, я уже забыл, как им играть. Так, у него третий прием не фуллскрин. Это я заметил. Он у него просто в большой области. Это, конечно, не очень, но... Здесь, в принципе, нормально. Он у меня спинитер плюс два. Я и не заметил. Ой, да. У нас же атаки с руки заблокированы. Клевый перст, на самом деле, мне он нравится. Что мне эти руки разблокироваться? Я прием мне сейчас вынесу. Ну-ка. А-а-а. Все-таки тут и есть еще мамы. Все, а. А вот и босс. И мы еще парализуем. Банкай. Еще и минус Д, прикинь. Легкотня. Да. Я думал, Сырк. Ну ладно, опять же, это все начало. Это только начало. И мы еще не дошли до первого блока. Вот сейчас этаж будет довольно непростой, потому что здесь нужен Эдрард. Потому что из спада одна вторая, это в два раза меньше урона. Нужен Аранкар, убийца людей. И такого у нас нет. Так. Начиная с 16 этажа, у боссов, у врагов всех появится киллер. Поэтому. Здесь еще иммунитет к кровотечению, но можно выйти за счет поджога. Так. Оранжевая Аранкар. Блин, Нелка опять? Она уже какой раз попадается? Я ее, по-моему, в каждом сценке использую. Припец. Вернее, персонаж, насколько вот нужный. Он везде нужен. Ну давайте попробуем. За Нелку-то. Замачить чадов. Фух. Это будет непросто. Потому что она у меня вообще не вкачана. Ну ладно. Выиграем за счет поджога. Как и всегда, в принципе, у меня это бывает. За нее. Это что за чад такой? Я случайный чад, который этот. Ха, в натуре. Это супер старый чад. Могли бы оранжевого, кстати, взять. Захотели так, значит так пусть будет. Ну вообще легко. У меня еще фул стамина дэмэдж. Так что я хорошо так. Вот линки с этих резнутых перцов очень полезны. Поэтому, ребята, настоятельно рекомендую вам качать резнутых персонажей. Резать их и качать. Потому что их линки могут вам спасти жизнь в Сенкаймоне. В том же. Не аут урона больше вношу сейчас. Я могу вообще не вносить, если к не фул стамина дэмэдж. Вот и все. А так я разнес просто в пух и прах чьи-то вот чада. Так, на следующем мы подождем немножко. Я боюсь, я и очень... А, у меня же еще минус дэв. Твоя гора не долетела до меня. Все? Легчайше. На занылку никаких трудностей. Ну тем более с такими линками хорошими. Так, ну что ж. Этаж номер 6 я вам не покажу. Ну ладно, ладно, покажу. Короче, смотрите, что выходит. Получается, аксы и линки я вообще не меняю. Но зато у меня теперь сменился персонаж. Капитан, оранжевый опять с киллером на шенигами. Дальник. Потому что здесь ближняя защита. Давайте попробуем. Что из этого получится? Я думаю, пройдем легко. Ну с мобами легче, чем с тремя боссами. Хотя, когда как. Кстати, а что у нее за иммунитет интересный? Ну явно не к ослаблению. Жесткая. Ну вот, слушай, второй крем-то у нее топовый. Первый, конечно, не очень, но второй топчик. Какао-сосайте. Так. Давай-давай, нахана. У нас заморозили, отлично. Да, малов, конечно, дают дожилку. Отлично. Достал, давай-давай, с руки его мочи. Отлично. Так, летим. Ой, статуя, 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 это плохо. Ладно, хотя бы так. Чуть их много тут прям. Статуи. Вот два дубаффа, конечно, круто. Причем таких крутых. Так заморозка и паралич. Не, ну так-то, это не сложно вообще, просто это долго. Ну вот, собственно, и все. Сейчас слегка убьем босса. Ну, сразу. Вау. Ладно. Ладно, не на фул стамине, но зато хотя бы так. Ну ладно, там легко заморозить можем такими атаками. Вот эта атака очень много урона поносит. Вот тут мороз прям. Годов в армию, что-то поминает. Все, пройдено. И маршера побеждена. Так, ну седьмой этаж уже готовится к персонажу новому, поэтому... Получаем ключи и перемещаемся. Просто одинаковые сборки, но разные цвета. Что же происходит вообще? Короче, у нас тут красный ранкар, убийца с шинигами. У нее, я так понял, есть иммунитет к... Ага, у нее к пролечу и отравлению, но к этому у нее нет. Ну ладно. Тогда поехали. Хотя бы так. У-у-у, надеюсь, у нее атаки не очень. У нее первая отталкивающая не очень. Ну, для боссов, конечно, хорошо, а вот для мобов не очень. Неплохой перс, неплохой на самом деле. Ну, а учитывая, что сейчас все характеристики, которые тут есть, они все и в плюсы идут, то пройти будет несложно. Ой. Давай, давай, отталкивай, нафиг отсюда. Тут ради, конечно, большой, но... Сама атака такая себе. Но внешний вид, он, конечно, зачетный. Цель, вторая нелка. Ну, за этот и... Сэнк уже используется. Давай толкай к нам в конце. Да, не очень далеко, конечно, я выстрелил сейчас, но... Вот так вот. Все? Легко. А у меня weekend defense есть, кстати? Или у меня просто улья, без всего? Не знаю, не знаю. Да, без всего. А, на шкиле. Поэтому у нее... У нее не будет никакого урона. Вот и все. Победа! Уже седьмой этаж, ю-май. 21 этаж остался? И сколько? Ой. 21 года. 18. У-у-у, пипец. Ну, давайте. Че? Ильти. Ладно. Сколько-то осталось? Да, наверное, 18. Так, хумина филейшникс 2. О, ну я щас одену и... Покажу. Вы, наверное, удивитесь, скажете. Че? Ты пошел оранжевым против синих боссов? Во-первых, тут есть фиолетовые мобы, кстати. А во-вторых, здесь урон от людей с киллером на пустых. А не атрибута. Так что, в принципе, я подхожу по условиям идеально. Под вот этим. По этим, да, не совсем. И сборка опять идентичная. Господи, самая лучшая сборка. Здесь у вас нет аксоны СП. Ну че, погнали. Ух, улетает вообще очень просто. Очень легко. Вот у нее первый прием гавнища полная. Магнификацион фон 40%. На. Отстойный прием. Остальные топовые. На топовый фиолетовый пустым больше шанса наложить заморозку. Ну вот, как видите. Не. Вот, заморозили. Какого? Фиолетового. Нет, нет. Там 10% вместо 2. Эх. Все отлично. Половина этажа уже, айт 1 треть этажа пройдена. Вообще тут уже не башня и не этаж. Тут, ну, типа гора. Угу. Все равно интересно. Все, айт. Молодежь. Так, ну че. Уайт и чига, что ты мне можешь противопоставить. Я же тебя сейчас уничтожил. Столкаемого нафиг отсюда. У меня на всех случаях для безопасности убегу. Э. Ты ослабил меня. Равнюк. Ослабил меня, прикинь, на 30%. Умничка. Так, а теперь мы едем собирать персад для 9 этажа. Вау. Кен Пачи. Нифига себе. Смотрите, только шинигами. Фиолетовый атрибут и киллер по шинигами. Ну что ж. Давайте начнем, пожалуй. Что же из себя представляет этот этаж? Да, по сути, такой же. Мы просто все выше и выше по горе поднимаемся. Вау. Ну, эти мне статуи не страшны. Я еще и по скрытым мобамю. Сычигаю на пару первые персонажи, которые имеют хит-хит-эненемис. Так, сейчас в поле мобы будут. Я почему-то это чувствовал как-то. Так, не сбивай мне мою холстамину. У меня одна все-таки осталась. Ох. Так. Фу, легко. Ой, а сейчас еще ульта, ну у меня еще этот поднимется урона 30%. У-у-у. У-у-у. А, не, не нужен. У меня просто... У меня это кем, по-моему, пять с пяти, кстати. Или четыре из пяти, не помню сейчас. Давайте посмотрим. Помню четыре. Возьмем новый этаж, да, и посмотрим. Четыре. Ну ладно. Итак, собираем персопад этот этаж. Самый один из диких этажей. Ох, Люпи. Ну что, готов уничтожать этих бесфракционных врагов. Смотрите, иммунитет ко всем дебаф. Вообще ни один дебаф не сработает. Так что поджигать их, отравлять и кровоточить бесполезно. Поэтому этот этаж, если у вас нет аранкаров убийцы... Ой, да, аранкаров убийцы на Афилейшн, то тяжело будет. Ох, ну что, погнали. Так, я по условиям подхожу почти идеально. Я вот с синего атрибута. У меня еще иммунитет по отжогу, ё-моё. Вот это я крутой вообще. Смотрите, идеально у перса взял. У меня огонь не страшен, вообще. Идеально. Э, опять даун на меня наложил. Не трожь меня. Ну машинка своей едет. Ух, ты говнёка. Всё, Аданка Ноджи, твоя машина заглохла. Значит, твой поджог и сделает. Ой! Окей. Я у него поджог сыту. Ладно, у меня фулстами только один раз там было, поэтому ничего страшного. 16% потерял, не так страшно. Сейчас с ультой вообще уничтожим. А, он налево бежит. Сейчас, как я ему вжарю. Ну почти полностью. Всё. Убит. Чую, 9-й или какой же, 10-й этаж пройден, получается? Охренеть, вот, быстро-то, а? 10-й этаж на стуле. Осталось всего 15. Так быстро. За полчаса я прошёл. Ну, у меня, конечно, есть синий капитан. Всё очень круто. Нет, конечно, у битвы с шенигами, но... Ну, есть, просто они отстойные у меня вот. Но, тем не менее. Мы можем начинать за Генрюсая с прокачанным SP и линками. Ну, SP, конечно, не полностью, но линки-то полностью, 10-е. Да, есть 20-й, но... Не. Так, персика труб, две атаки вдаль и одна full screen. Два иммунитета. Ну, на самом деле, где-то тут мне очень нравится, как я... Помните, я очень много играл. Очень крутой дед. Жарит не по-детски. О, самолет полетел. Слышно вам, если нет, не знаю. Кстати, красный атрибут вообще нет. Никого. Ой, наоборот. Полно красный четвертку. Туплю. Вот. Легчайше. А тут, опять же, еще нету воротов. А будут у вороты, вот, все. Когда будет жопа. Он хорошо жарит, по-моему. А у меня, по-моему, из особенностей таких ничего нет. Только то, что он стоит. Когда ты вот это атаковал, и он еще потом в секунду стоит. Ну, все. Победа. И чика. Он еще и поджег работы. Ну, вообще, вот это вот, 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 деду ульта прямо божественная. Ух. С горевшим мечом. Ну, что ж. Канонично. Кирилл Хикифуны против Квинси. Но... Все-таки, она тут не подходит по киллеру. Поэтому, ну, придется немножко потяжелее. Но, тем не менее, страдать не будем, потому что она... Все-таки перс с шестнадцатью ударами с руки полноценными. Не как бывает, а то бывают персы, у которых разделен на два, а у нее он полноценный. Сто процентов. То есть у нее, по сути, двести процентов. А не что, магнификашн, можно сказать. То есть она прям больно-больно бьет. Ну, и вы видите, что происходит. Очень больно будет. Все. Сейчас еще отхилим. Все вообще будет, балдушь. Кварт пробил, а защиту нет. Так. Давай, давай. На, за эту тут было бы легче. За... За... Содданной ширы, но у меня ее нет. Ну, ульту можно просрать, она бесполезна. Так, твои пять пальцев. Да-да-да, я знаю. Иди сюда. Ложкой тебя задолблю. А, отлично. Ну, теперь-то. Вот 14 этаж будет... Жесткий. Ну, тут да. Тут потяжелее будет. Шенигай МХ2, Киллер Х3. Хотя, зеленый, в принципе, легко. Че я говорю, тяжелее. Легко же. Просто с руки атаки будут понижены. А из-за капитана здесь запрещено идти. Ну, потому что... Потому что одна пятая урона очень серьезная. Так, я забыл, что это атака у него вплотную должна быть. Нет, отвратительная атака, если честно. Но... Зато хотя бы урон есть. Давай, молнии, миксуй. Вот это хорошо было. Ах ты. Жопа конску. Погнали. Так, надо найти, где это приблудо. Вот она. Вот и все. О, нет. Меня лишили пустой. Ладно. Не так уж и... Много урону. Ну да, будет квартира где-то 50, почти процент. 40 процентов урона, но... Не визу этого. Так. Давай-давай. Самолними и пиджах. Все равно быстро и доволен. Ну, то есть, по времени не проседаем так сильно. Ой, босс, сейчас будет больно. Смотрите. Смотри. Ух, жили. Так, я в сторонке постою. Смотри. Свойдет и за гараном набери, пожалуйста. Нет, не прожь. Фух. Вот это легко. Ну, это все это легко. Вот сейчас будет сложно, потому что сейчас будет с воротами. Ну попробуем найти альтернативу чаду Ох, боже мой У меня только по киллеру подходит У меня ни атрибут, ни фракции Но зато Я буду читать у ворот с шенигами Ну все, как бы Плюс у меня только СП У меня только СП вкачано, конечно Ладно, посмотрим Вот че я фургу гоню Не так уж сложно Просто надо очень часто атаковать Очень часто Прям очень Поэтому я поставил 14 кубер себе Один Ну да Ладно, соглашусь, это не просто уже Вот у меня постоянный был в точке Почти В том-то прикол У меня ваншот есть Я могу чудо с ваншотом Давай Топ-3 кастер игры Давай Замачи Так, ладно, пробуем еще раз У меня меня ударили Я 36% урона потерял А это нехорошо Так Давай Ну-кась Блин Реально не просто А кто сомневался, что это будет непросто Главное, видишь, тут еще узкая очень территория Прямо для чада Он скачет по карте Конечно Ну-ка Ну-ка У-у-у Все за минуту зачисли Так Побегаем пока бьем лишним усы уберем это не просто очень даже но это лучше чем ничего так бы я знаете как мучиться с теми воротами пипец вот с критами он бы еще больнее был этот перс не входит не в окей на бб симуляторе не в hard то что вообще после не подходит по киллер ну а тут легче потому что 6 от киллера 60 процентов урона навыки не удивляйтесь пройдено легчайше так 20 миналей получено да конечно первый этаж который мы используем киллер квинси ну я по крайней мере они сучки на следующих этажах будет уже киллер урагов и так погнали самый легкий этаж против квинси потому что у меня есть их убийцы вместе спада красный красный спаду убийцы квинси еще можете помнить канонично кстати он же против урию сражался собственно его ты урию только не тот немножко нам конечно равно атаки у него полная срань ну кроме третьей урию мои воронки может подальше убрать уют свои воронки можешь подальше убрать пожалуйста нам гайди я в смысле воронка у него не тронуло даже ну ёпта самовар не знаете в жопу этого зеля про трясня какая-то не перс серьезно и мощи неудобно играть у него первая атака говно 2 так вот данного лучше будет на есть почти меня с фулк с.п. есть ульки ворочая парень еще и ослабление у реации баночек так пустами урона нет поэтому можно и ничего страшность потеряем отлично так масаки сасаки сейчас я тебя уничтожим долго ты чё-то урон наносишь я поезд не страшно промазала всеми ударами так ну это легко в общем зря я понадобился на этого зеля про полная трясня не пирс у меня еще и линк кристалл дроп что это вообще такое рюкер блин обычный кризис такие скучные у них такие атаки овощи идентичные с руки особенно все хури у масаки у рюкена общая значится на стаж пройден или 16 когда дело касается без фракции синего атрибута у меня просыпается цукишима чё вы увидите почему именно он меня даже стоит ли мне что-то вообще комментировать это пвп перс я вам напоминаю а еще у него осушение а еще он по условиям только по фракции подходит ну собственно самое лучшее что может быть вообще могу не париться тупо мочу мобов и хились гениально так вот на нем давай-ка еще к пашку установить себе я знаю ты можешь но пожалуйста еще как установил еще слишком имбовый дебафф слишком ты тупо кучу ты вампирю варуешь хп и при этом забираешь себе а вот об этом я не подумал дубль 2 ладно я чё-то не подумал про этот фриз опять расхвалил эту спешим а про фриз забыл ладно с кем не бывает у нас только хорош что им пройти этот этаж можно еще раз давно не играл а мне еще предстоит им играть на обычном сын каймоне да 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 так чем давай хейси ну что это без здоровья не играть вот так молодец отлично вообще 800 хп восстановил тупо просто бегая ударяю врагов а сейчас почти полностью тех кто поставлю ладно не сейчас пускай хорошим было оставить ну ладно что сделано то сделано вам это здоровье установить надо ну ё-моё ладно она как-то тут это вот дар до не свалить рудония выстояние ножка попалился ладно повезло повезло но видали сколько я ему этой так просто так полосочка слетела ну другого варианта у меня нет у меня к сожалению эту кокуту поэтому придется бегать за красным я из красной без фракции 4 перса всего и один зигдальник иконы не очень я хотел этаж принципе за эту письмо пройти на весь супер по атрибуту зато к тебе подходит ладно мне хочешь умирать умрешь кстати и майори использовала н.м. месяц что урана не только фошера эх ты кого это давно не было так ну ка мочи ассульт еще воскрешение весь мяу завалит босс каким-то чудом я от него так увернусь что он я не тронет переместился матч и говно вообще не сложно сыркаем иначе у него сложно легчайший так ладно это уже не очень клапана вы чё чё так просто дальше не сложнее чем я прям мучиться буду мне кажется я не буду учиться да по времени конечно я вообще не укладываюсь но нормально будет вам решили напихать ладно так как я буду босса валить я не представляю 45 секунд лечку 2 это из из годовщины это очень опасно но воронка это дико и ну вот она она не смог сегодня отвали альзин он становился хп что сюда лбал свою не пройду что не может быть я почти прошел что делать так а тут что увеличивается у нас атрибут или киллер давайте посмотрим атрибут блин а кто у меня без фракции вообще есть крутой ближник отстой 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 а да без фракции а просто красный ближник руки есть а может и попробуй слушать а босс вообще же нигде давайте вот этим попробуем рано я опять порадовался что легкий этаж очень геморрный нам хотя в дебаф уже радует за хич ну Ну уж нет, в этот раз я точно пройду. Так, потому что там азина будет ослабление. Он слишком что-то распоясался, слишком часто кидает свои воронки. А он и мало того, что радиусом огромным, так еще и следует за тобой. Ай, потому что фулстамины нет. А кто бы сейчас в штаны навалил. О, всем другое дело. Ладно, ладно, тут все быстрее будет за счет того, что ослабление. Ну это последняя волна уж. Ща, буренька, избавимся от нее. Слушай, а по времени даже быстрее чутка. На 5 секунд быстрее. Но, босс, к счастью, шинегами. Его нельзя подпускать к себе вообще. Ладно, я принимаю твой вызов, игра. Это этаж действительно сложный. Я был, пока я не взял хитчика. Что у нас еще есть? Это будет, пожалуй, самый легкий этаж, который существует в этом Сенкойводе. Он идеален, просто. Кири распады. Ого, интересно. Это кем надо идти? Видите, что ли, Зайляппора? Ну что ж, сейчас мы разнесем этих квинси. А хашит у нас с ослаблением, кстати. Ну что ж, Кэндис. Сейчас тебе жопу надерем. Ну, не меня длиру. Ладно, у меня рез есть. Ладно, это слишком вышло тупо. Переснимем. Да, в натуре суши прям сделали так, чтобы ты ни в коем случае не пошел за этого. За... За... Как ее зовут-то? Его за Зайляппор, потому что он из спада, он убийца квинси, и у него отравление. А тут у всех коммунитет какому отравлению. Легчайше. Когда этот дебаф вешается, он мало то, что поджог кидает, так вон еще и ослабление дает. Хорошо, я тебя в пвп уделываю, я тебя и здесь уделаю. А тут это вообще оранжевый. Вот так. Все. Победа. Легчайше. Я не знаю, как я буду проходить этот этаж. Хумен Икс 5, это 500% урона. Окей. Паран Карм. Но, извините меня, Мэнни Додж. Как я это буду проходить, я не знаю. Но я хочу попробовать. Это будет жесть. Походу, тут я и застрял. Тут прямо лед, смотрите, как чувствуется лед этот. Мы забрались почти на самую вершину горы. И ночью. Принять. Ну все. Вот вам... Вот и жопа пришла. Я не знаю, как... Как против них бороться. Пипец. Что делать? Ну, это все, понимаете. Ты же понимаешь, что читать урота Аранкаров, это... Он может только один перс. Что делать? Как это пройти, блин? 20-й, да, знаете, это 19-й, даже не 20-й. Я не знаю, что делать еще, поэтому... Я не знаю, что делать еще, поэтому... Ну, это вообще... Ну, это вообще... Жесть. Ну, будем бить массой урона. Ну, я не знаю, я не знаю, что делать. Ну, тут туда, тут урона много. Только если спамить вот так вот атаками, то, в принципе, можно вынести, да, вывести. Так, на них ворон кидаем. Ну, а видите, они охренеть, как много уворачиваются. Жесть. Жесть. А я не знаю, как это пройти сейчас. А все... Ты чё, реально ради Гирика открываться очень с ума сошлишься. Ради этого мусора открываться. Прикинь. Чтоб пройти просто этаж, надо открываться. Потому что по-другому никак. Эти мрази, они все... Они уворачиваются от всех ваших атак. Невозможно убить. Чтоб мы вы не играли. Сколько у меня... Это невозможно. Все, понимаете, невозможно. Это жесть вообще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, вы видели, что сейчас произошло. Да, я прошел этот этаж. На самом деле, большого труда это не составило. Я, по-моему, даже... Я что-то уже забыл, поскольку, видите, на улице день. Значит, я снимаю в другое время уже. На следующее утро после того прохождения. То есть, я прошел, по-моему, даже, да, не помню, с первого раза, что ли, этот этаж, 19-й, за прокачанную ауру. То есть, я ей вкачал СП и вкачал 20-х линка. В итоге, она выдает очень много урона. И если попадает по врагу, то она ему там 60 тысяч третьим приемом сносит. Дважды. И у нее остается вот столько. Если его заденет, то он отлетит. И таким образом я прошел. Поэтому теперь я, в принципе, не вижу больше проблем. И давайте не будем тянуть. И пройдем с вами оставшиеся 5 этажей. 6 этажей. Ну, а в следующем видео примемся вот за это. Так, 20-й этаж. Что же ты мне сегодня покажешь? Какая же классная все-таки музыка на шестую годовщину. Я прям не могу. Я ее оставлю очень надолго. Пока мне не понравится какая-нибудь еще. Итак, 20-й этаж у нас подразумевает прохождение за Эспаду. Только за Эспаду. Зеленый атрибут. Киллер на Аранкаров или на Эспаду. То есть, либо здесь подойдет идеально Старк Халибл, либо Барган. Потому что он убийца Эспады. У меня нет Баргана. Но у меня есть эти двое. Но поскольку Халибл у меня не вкачана, а у этого, между прочим, 10-й линк и еще Эспаду немножко вкачана, то я пойду, соответственно, им. Поскольку здесь ослабление, у меня есть идеальный для этого линк. Примерно в два раза сократить длительность этого ослабления на себе. А при этом все три босса имеют шанс наложить на меня ослабление. А с ультиток 100%. Так что я быстро избавлюсь от этого депафа, если по мне попадут. Ну и плюс я резать смогу. Ох, давно за Старк я не играл. Ну что, погнали. Так, мы в какой-то... Не знаю, что это за место такое. А, ну это гора продолжается. Скоро мы уже доберемся до вершины. Ой. Так, вот это у меня не надобно. Так, еще раз. Фух. Пырзло. Ну, тихо, ульфа, тихо. Не кричи. Так. Давай-давай. О, вот это хорошо. Я даже прием не буду на него тратить. Тупо с руки достреляю на него и все. Фух. Первый убит. За полминуты. А, за 50 секунд. Лупи большой, он у него эти... Его щупальца. Нет, тихо. Кстати, наглядно видно, как далеко... Ну, точнее, как недалеко стреляет. Третий прием. Это первый прием. Старка. Ну, отлично. Так. 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 Ну, это будет не сложно. Ух, вас здесь срываем. Не зря поставил. Теперь бы мне завалить этого. Главного Босяру. Ладно, доведем хп до предела. И ультаниум. Ну, шлепает там. Кстати, как долго на меня ослабление действует. Фух. Как будто... Ну, две секунды. Вместо пяти, наверное. Так, Гарри. Барган. Фух. Вот это было... Хорошо. Отличный этаж. Прям... Обалдешь. Мне очень понравилось. Так. Жмем. И выбираем следующего персонажа. А сделаем-ка мы ход конем. И возьмем того перса, который должен быть на другом этаже. Сюда. Он отлично подойдет под киллер Квинси. Потому что из людей у меня только ри-рукодальник. Но я что-то как-то хочу попробовать. А вот этим товарищам. Тут везде яд. Ближняя защита. Как бы... Он дальник. Правда, он отравляет. У него нет иммунитета к отравлению. У него иммунитета к параличу и ослаблению. Да, два иммунитета ему впихнули. Ну, что, попробуем. Перс, конечно, полная дресня. Надеюсь, что ему получится что-то. Если не получится все-таки, то попробую за ри-руку. Потому что Хуман Х2 все-таки будет лучше, чем... Ну, или в принципе Хумана взять. Не обязательно же ри-руку. Не обязательно же синего. Главное, чтобы был человек. Да. Потому что за Эль перс отстойный. Красивый второй прием. Да, очень мне нравится, но... Перс сам по себе отстойный. За счет утравления выводит. Ну, и все равно очень долго. Вот вам множитель от киллера. Ну, и, конечно, сам перс еще. О, еще отравился. Окей. Ход конем не получился. Коня сожрали. Тогда пойдем ферзем. Ну, тогда мы пойдем за человека с кровотечением. Да. Еще и с бустом. Если не выведем за нее, то попробуем ри-руку. Так. Что я... Так. Я все кнопки перепутал. Так. Что я кнопки перепутал все. Так. Ну, она на Дерс Флоре, поэтому... Нормально. Еще и с кровотечением. А она кровотечением, вы знаете, это топчик. Давай-давай. Вы напихали зеленых мобов здесь, конечно. Вот интересно, к чему у нее иммунитет, кстати. Все вообще есть. Потому что у Гинджи, у которой тут идеален, у него как раз иммунитет к яду Так, кровотек ни на кого не наложило, ну ладно Никого не порезало, так сказать О, отлично Самое главное, босса завалить Ну, босса мы быстро завали Так, чтобы статуи эти сраные не мешались мне Я думаю, самое время написать в комментариях, какой для вас этаж был самый-самый сложный Кстати, а есть ли люди здесь, в которых вообще вот тут все персы есть? Для всех этажей идеально Прям вообще проблем не было Интересно Ох, уже тяжело слушай Но это все равно лучше, чем у ворота Уж лучше так пройти, чем с теми у воротами сраными Да в смысле? У-у-у-у Слушай, нам босса может не хватить Ни сил, ни времени Так, 30 секунд, окей Аскин Ты ваншотишь, он, значит, не ультует Он же не ультует, правильно? Нет Пипец Пипец Зашел до этого босса опять Да бляхай, двигайся Фух Ну Не с первой попытки, но прошел Надо ей тоже вкачать быстро линки хотя бы Чтобы больнее било Ну тут, как бы, вариантов немного Конечно, можно пойти за Еруичи, но Зачем? Если она у меня не вкачанная Я не хочу опять мучиться У меня есть вкачанная Бьякуя Конечно, Soul Reaper X2 Это всего лишь 200% урона В два раза сильнее будет Но От киллера всего 60% Так что это фигня Ну, тем более, посмотри, что у меня Бьякуя творит А у него еще и 2 по 14 ПДР Ну, красный тут в любом случае Принужен, поэтому И вот синий чувак Он, как бы Только себе хуже делает Что я его уничтожил Так, у него иммунитет к отравлению Я ему добавил два полуиммунитета К фрезу и к этой К поджогу Потому что здесь есть мамбы, которые делают и то и другое Так, эти зайцы мы уже достали Но они очень прочные Так Ну, видите, в фрезе щита Мабы появляются Так Ну, вы до меня не доберетесь, гребаные зайцы Все, балдеж Теперь Этап номер два Я не могу, кто второй перс тут идеальный Красный с шенигами Убийца без фракции Кто-то точно Потому что один из них это Йорка пляжная, но Я лучше в Якове побегаю Да, потому что тут нужна Тут дальняя защита Поэтому Ближняя защита Все пытаюсь Ну вот Что не есть, хорошо, конечно Потому что у меня ближников красных полно Крутых А вот дальников Не очень Я бы руки и пошел Ну, как видите, здесь Как я и сказал Ближняя защита А вы знаете, что руки Ближник Поэтому Вариант Отпадает Я потом Чисто для эксперимента Попробую пройти за Яруичи И посмотреть Как еще эти 60% Сыграют ли на руку Ну, сейчас, в принципе Уже все Как бы можно не париться Наверное Так, у него Нету дебафов Но у него есть Урон Ну да Надо будет попробовать За эту Сыграть Так-то я победил Без проблем Но Как видите Впритык Зато с первого раза На Не просто Не просто Действительно Сложненький Сенг Но осталось Еще три этажа Вперед Вот таким Грим Джоу Я сейчас пойду Напоминаю Что киллер На сквадзиру И Шенегами Он одинаково Равнозначный По 20% Клабы только Капитаном И Эспаде сделали 40% А здесь Вот так А киллеры Квинси Потому что Они подразумеваются Что я могу пойти За Хашвальта Например Но я не пойду Захашвальта Или Аскина Поэтому Мы берем Грим Джоу Убить Шенегами Иммунитет Ко всем дебафам Сейчас будут Кровоточащие Шипы Киллер Икс 5 И я еще 20% Добавил То есть У меня 120% Вместо 100% Ну что ж Поехали Все в крови У меня к счастью Дебаф нет Воу А вот это Кстати было Довольно таки Жестко Хе-хе Че-то Как-то Жахнули меня Но к счастью Один раз попали Йоу А вот это Опасно Хм Может Киллер Квинс Не так уж и Плох Ладно Ща придумаю Че-нибудь Я ничего Не придумал Буду просто Уворачиваться Как я умею Да как ты попала Там Мразь Мпец Она попала По мне А я не знал Как так Ладно Да ёпта Ты Мразь Охреневшая Куда-то улетает Эти Ворот Какие-то у него Дебильные Не С одним этим Не выжить А кто Сказал Что Нельзя Идти Другим Атрибутом Упадет 50% Урона Ну ладно Зато У меня Перс из Дали Может Лупить А ещё У неё есть Вот такая Атака Да Ты конечно Понимаешь Дебаф Нет Зато С ульты Воскрешения Эй Вот это Круто Но у меня Урон Ну Мрази А Ну Мрази Из нулевого Отряда Эти А Я так Подумал Лучше Я всё-таки Гримджо Зарежу Я ему Немножко Понизил Урон Зато У него Теперь Три Линка На Ласт Здесь Survival Да Три Тацки Впихнул Одну Из них Фиолетового Ну Хотя Теперь У меня Есть Ну Бьяха Ну Сучка Ты Мелкая Ну Сволочи А Ну Держитесь Я Сейчас Вам Надаю Лещей Так А как Это Ну Ты чё Так Ладно Кровотек Не так Страшен Вот Теперь Да Ек Твою Ты Нас Слишком Быстрый Слишком Быстрый Шля Воль Отсюда Ах ты Мразь Аж так Летаю По Карте Ща Трансформируюсь И под Бустом Да Ну ты Пердун Старый Задрал Ток Появился Уже Мне Проблем Доставляет Опять Кнопки Перепутал О И не Умер И не Умер Потому что Потому что Ткинад Не Бессмертен Это Всяко Лучше Чем Загримчо Пульс У него 20 Линки Вообще У меня Убойный Фух 24 Этаж Вы Кстати Заметили Мало того Что Два Дебафа Присутствуют Две Видимо Двойные Лужи Какие-то Я не знаю Что Последние Несколько Этажей Они Дают Прибавку Х2 К фракции Х5 К киллеру Я только Сейчас Обнаружу Что Этот этаж Точно Такой же Как Все Предыдущие Только За Шенигами Теперь Против Перца Уже Просто Нет Ну В том Плане Что По Других Условий Просто Уже Не Найти Чтобы Еще Сильнее Сделать Причем У меня Прокачан Уже За исключением 20 Линков Прокачивание Максимально СП Сно Линки Я так понял Здесь Типа Этот У нас А сейчас Будет Восслабление А Ну Да 2 Дебав У Какие Смотри У меня К счастью В линках Есть Это Хали Был У нее 55% Фукин Дурейшн Что Очень Круто Ну Я понял Где Врани Сейчас Появится Разорались Да Чертель Давай Первый Еще Раз Все Ну Ко Ослабление Все И Нет Его А тут Черт Тоже И Той Другой Оп А Меня Славление Твои Страши Черт Ты Че Уж Спугался Думал Сейчас Меня Убьют Заново Перезайти Не Люблю Перезаходить Все И сразу Это легкий этаж Остал Остал Самый Последний Опять Куча Уворотов Я не знаю Что из этого Выйдет Но попробовать Надо Да Мамы Будут Умирать Очень Быстро Но Мое Это Здесь Не просто Так Да Ладно Второй Перс Будет Хотя Второй Перс Читает У ворота Интересно Давайте Давайте Ну Дохнете Твари Удохнут Пустые Хорошо О О Шибись Ну тоже Большие Пустые Они имеют Защиту Они не Уорачиваются От двойного Перса Или Мне кажется Ну босс Просто мы Быстро Завалим Давай Давай О Так Я вижу Опять Много Этих Пустых Они Только Один Вид Делают Всегда Вот здесь У них Этот Самый Самый Вот Эти Вот Рогатые Сойка Ты будешь Атаковать Хотя Чуть Чуть Покажи Что тебе Хотя бы Это Интересно Давай Давай Скачи По Карте Ну а тут Никого А тут Опять Эти Твари Нет Давай 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 Рябам не уворачиваются От этой От моего Второго Перса Специально Еще Ближнюю Защиту Дали Он Мало того Что Умеет Уворота Так Он Еще Сам Уворачивается Чем Так Так Но если Не поценивала То Все Как бы Пиши Пропало Тихо Тихо Давай Давай Должны Справиться И Чега Почти Пожалуйста С Первого Раза С С К Он Пройден Почти За Два Часа Видео Наверное Ну и за Полтора Да Вот такой Ролик Будет Длиннющий Как всегда Каждый год Все Очередной Сын Каймон Полностью Пройден В следующем Видео Будем играть С вами Экстра Этажи Надеюсь Вам было Интересно Надеюсь Вам все Понравилось Обязательно Пишите Комментарии По поводу Сын Каймона Всем спасибо За просмотр Спонсором Вот этим Спасибо За актив И участие В жизни И развитии Канала Да Я себя Приблизил Специально Чтобы показать Их А теперь Я себя Опять отдалю Надеюсь Не забуду И Рекомендую Вам тоже Оформить Моносковскую Подписку Это очень Крутоя Возможность Приблизиться К автору Если вам Это интересно Вот по такой Кнопочке Внизу Ну а с вами Был Дрей Фуэр Это был Играблич Брайс Сулс Всем удачи И всем Пока Субтитры